тут прям видно что совсем недавно жили портрет женщины похоже на марийку но его тоже парень на вариться похож внешне горка совсем небольшая тоже здесь он бокальчики чай даже есть две электрических плитки советских ведерки кастрюли рукомойник все 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 на месте самки виллы лопаты храбли косы пилы чего только здесь и нет весь инструмент это финка нквд образца 1934 года от ножи барк ручная работа настоящего кузнеца за целетним опытом рукоять сделан из венге а лезвие закаленные стали 95 хром 18 что дает твердость 50 89 порок его нож выдержит любую нагрузку и разрежет все что не прибита разрубит монету металлический профиль проволоку крыло автомобиля да что угодно есть афертикат что нож не является холодным оружием кузнец дает пожизненную гарантию на все свои ножи рекомендую друзья кузнецу барк заходите к ним в телеграм или ватсап по ссылке в описании заказывайте крутые ножи ручной работы а по кодовому слову деревня вам дадут скидку в пять процентов привет друзья пробираемся с вами по старой дороге сквозь лес молодой заброшенную деревню северной жиротской области по лесу нам нужно проехать где-то три с половиной километра местами прям ровненько хорошо дорога и видно и проезжабельных к вам автомобили местами колеи грязноватых сыренько вроде проезжабельно там он сыровато надо взять в эту сторону немного чем не знаю проеду только не проеду машины самой деревне если не проеду дойду пешком если что ну и как вы видите деревню совсем небольшая и и разделяет ровно пополам небольшая речка такой вот вид вокруг леса природа красота одним словом ну и судя по всему один дом используют под пасеку возле него стоят несколько улей поэтому сюда была дорожка немного прикатана по траве видим нам приезжали на выходные может быть и вчера приезжали нам остается догадываться ну периодически приезжать проверяет свою пасеку и так в общем машину я оставил вон там он на холме потом пойдем во вторую половину деревни для начала сходим 1 где пашечный дом вот туда что но не было не проехать из-за того что речка не пасек доезжает до сюда дальше уже идет пешком и за такой вот небольшой мостик такая тречушка разделяет деревню на две ровных части ну как правило где есть дачные дома пасеки соседние брошенные дома должны быть по идее поинтересней там как водится кто его знает я еще сначала дойти в эту часть деревни потом уже в ту и нам пройти всего лишь самой деревне метров 300 где-то уже собственно пешочком понятно чему деревню тамера и и покинули потому что они работают поблизости нет а глубинка области еще и грунтовые дороги лес кругом есть даже мобильная связь по камере мегафон не ловит согласитесь такое себе для если постоянного проживания а когда грязь туда и не проехать теперь совсем в этой половине всего лишь 6 домов но все практически печально состоянии нет ни полов ни мебели ничего наверняка возле дачного дома есть дома поинтереснее идемте туда и так входим в дом веранде и знавесочки здесь смотрите табачок лежит мосту вот такой вот симпатичный сундук с цветочками чтобы было красивее в чулане такая вот обстановка тоже висит табачок сушеный но что колес велосипедных видимо тут совсем совсем недавно жили пила дух ручная наша дружба эти дом взломанный тут прям видно что совсем недавно жили еще не размородили особо ну что смотрите одежды куфайки куртки армейской шинель советских годов мотострелковая висит здесь здесь топоры и молотки и кувалда туалетная бумага ящик с инструментами мародеры ну там цвета цвета черми то лолом щеки так вот можно сказать если про не выгорел в общем черметики и цвет мяточки очень побывали то что лиза стоит целенький и это весна модель c 207 6d кому интересно конечно же вот здесь смотрите используя электричество счетчика горит красный индикатор счетчика затон 2005 году ступка различных журналов на полочке портрет женщины похоже на марийку но его тоже парень наварится похож внешне армейской одежде так пенталгина гладен до 20 зато на 18 году ведь как мне 18 тут жили видимо году в принципе совсем недавно поэтому еще сам ничего не раздербанено одежда висит ну и то что прям соседний дом до пачник поэтому он его сам то никто и не трогает сам уж пачник свой залазил разбил окно но я конечно не осуждаю может это не он тут буржуйка стоит колесо от велосипеда немного посуды обеденный стол кроватка может быть в ней хозяин последний умер рассмотреть подушка застельное одеяло возможно прямо здесь на этой кровати может так никто не оставит горка совсем небольшая тоже здесь он бокальчики чай даже есть 2009 год изготовлена двенадцатый год здесь вы смотрите две электрических плитки советских ведерки кастрюли кому и ник все 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 на месте даже он есть мясорубка алюминиевая зачем-то сохраняли консервы банки пустые ну это наверно скорее всего посадишь хорошие советские скорее всего по червей по червей на рыбалку нет а вот и капкан совсем небольшой на белка на стае кого-нибудь здесь вот тоже портрет девочка тоже видно маленько похоже мальчик вроде как славянской внешность русский несет нарисовано конечно кривовато но все но руками человек вот такой вот довольно интересный домик того еще сходить во двор и если есть лестница на чердак то и туда заглянем конечно же не знаю если она вообще а тут и нет и кстати вот коромысл еще сразу не заметил две прялочки а это ручка и бензобак от бензопилы урал или дружба не знаю раньше там оранжевый синий зеленый блин смотрите сколько дров двор уже рушится постепенно самки виллы лопаты храбли косы пилы чего только здесь и нет весь инструмент для жизни деревне тут какая-то куча хлама вот так в принципе не сильно навалено и остатки от двух велосипедов десна и еще какого-то ну а соседние дома в плачевном состоянии все разграблены распилены что предлагаю в ту половину деревне сходить там домов немножко побольше и вроде внешне они с высоты получше вредили может там тоже нормально будет на что посмотреть смотрите нашел прямо на середине деревни старая небольшая хоть сколько она либо 7-метровая ржавая однопорная башня водопровод был деревне ну как водопровод колонки были по улице значит отцу башня качала воду и она поступала по трубам в земле под землей уже в колонкам возле деревенских домов смотрите так же здесь неподалеку вот что увидел какие-то информационные щиты пустые скамейки столы лавочки довольно таких много здесь возможно один села один деревни когда Троицы на кладбище приезжают здесь может быть собираются бывшие жители которые сюда ехали жить в другие места суть по всему да как мест для отдыха в лесу не знаю даже да нет наверное для них яма видим под мусором вроде без мусора удивительно это мой да кладбище я знаю где по картам она обозначена но туда далеко идти в общем вот это вот заброшенная деревня и на полпути до следующей заброшенной пути деревни стоит их общее кладбище до него от деревни нужно пройти еще два с половиной километра фактически через лес через молодой лесок что-то как-то не очень я говорю желанием да и уже как бы почти пять вечера вот пожалуйста борщевик молодой растет тут на дороге мне еще обратно лесом ехать довольно-таки много и поэтому извините уж но я не пойду вот и так в принципе частенько показываю кладбище заброшенные покинутых деревень в принципе здесь одна этаж картина кладбище посещают посещать могилу своих родственников не все конечно но многие многие еще и привозят хоронить в родную землю хоть и уехали когда отсюда умирают может там где-нибудь райцентре в соседних жилых селах привозят хранить свою родную землю и мы дошли до следующего покинутого деревенского дома я накасывал через эту улицу и дорога идет потом туда кладбище а который вторая там деревня отсюда деревня урочище соседи с путином снимком четырнадцатого года там просто руины которые не факт что находились тем более в настоящее время вот такой дом довольно-таки симпатичный у него наличники видно что тоже один из последних жителей здесь жил даже краска в принципе ну чуть-чуть подвыграло да конечно это северная сторона не южная дом номер 14 там личик у него на углу где фронтон скворечник что-то мне такое предчувствие что там даже нет полов ну да малую русскую печь на кирпичном фундаменте полов ни мебели ничего его тут нету когда таки первая жизнь в этой деревне сейчас такая вот картина а двору спилили вот его только остатки валяются в крапиве на банк или на банк просела типичная картина печка разрушена полок тоже развалился больше ничего ну неподалеку от домика нарциссы да по-моему так правильно называется уже доцветают и вот еще один может быть тут край дорогих сажали а может занесли семена хотя в дом вроде их не было один только пащечник хоть как-то вдыхает в нее можно сказать жизнь но далее ему тут и провода до сих пор еще присутствует электричество если бы не было его то и уже этого всего и не было бы получается я обходил вот так вокруг потому что вот она улица шла так она и была но а тут еще и нам кстати мы пропустили там видимо раньше был мост через эту речку и он не сохранился поэтому приходится вокруг кстати кирпичный дом то это причем еще и дореволюционный вот это да симпатичный замок нам висит а окон нет но полок то нет что-то бань что ли такая летняя кухня ух ты ястреб молодой вылетай вылетай все вылетел в окно бухнул тоже полок нет а детям тут цивили начат загляни доставать прикатан немного не трогать здесь живут вот висит замок здесь колодец смотришь тогда здесь открыто в этой части якобы живут можете охотники ночует печка заново сложена жестянкой они стали дверцы вставлять чтобы все равно то выдерут металлоломщики а может быть уже выдерли выдрали жестянка вот так вот чупот пушный тут ничего интересного скромненько крепенько может быть охотники тут ночуют почему бы и нет спальня домовый матрас постелил надул его либо если уж пылью не гребаешь и мышиным пометом или тут что-нибудь постелил на диванчике можно и лечь поспать печку затопить приготовить ужин вместо плиты здесь лежа стенка видите можно приготовить что-то знакомы вам? у меня отца такая же есть в ней рыболовной снасти выходит рыбалка а это и у лесничьих вы раньше были еще у кого-то обходчиков полей вот сюда вот карандаши ручки вставлялись здесь старая советская сумка прикрыта скука виников дровишки здесь нужен тут довольно-таки пусто горница здесь песочек из бересты за яхтами обычно с таким ходили можно сказать старину лестница маленький совсем дворик здесь смотрите вал от катского станка такая отключенная большая кошелка чесала длина набиты в гвоздики такая дощечка ну и долбленка какую-то форму видимо просто разломал кто-то рамок он и ты вроде бы тут и все ну да вертушка и вот как тут можно сказать остатки от двора а там вон стоит одинокий туалет и вдалеке там вон банька в плаченнейшем состоянии другой дом тут кирпичный уже весь разваленный линейка передач ведущий дому пачника там трансформатор чуть дальше кирпичный дом развалился совсем дикая вишня порослей доцветает птички поют на улице 28 градусов жары и довольно-таки сильный ветер но он теплый ух там борщевика высоченные сухие стебли вот тут еще боронеж дом ведь остатки бревен и он сухой высоченный борщевик наверное распилили его дом здесь тоже он был развален уже дом да я что-то думал что в этой стране получше будут домики уж не совсем руинный он тоже в плаченнейшем состоянии дом еще один мне кажется тоже полов нет ну я думаю стоит заглянуть ну да типичная картина быть так и отдаленная деревня жилых лесом грунтовкой все разграбили на тракторах что ли не вазики с прицепами а больше тут что легковой тут только сухую погоду можем проехать трансформатор понижающие и все и это было конец деревни кому было друзья интересно вместе со мной прогуляться посмотреть пальчик вверх подписка на канал кто смотрит впервые видим много чего интересного заброшенной преимущественно деревни различных регионов заброшенную усадьбы пионерлагеря и много много другое вот также подписан на мой второй канал я также показываю различные заброшенные места и как мы проходят мои путешествия мои поездки что-то типа автотуризма также рубов вк то ли полистать фотографии которые делаю заброшенных мест различные подборки там постами выходят канал яндекс дзене там тоже самое плюс статьи плюс видео мои также повторяются ссылочки на все это также на телеграм канал мы в описании под видео сам в конце открывайте листайте ищите переходите подписывайтесь буду очень всем рад вот особенно тем кто не жалеет за мой труд пальчик поставить вот написать комментарий побольше это в рекомендациях на ютубе на цене вк больше попадала рекомендовала случайным зрителям вот тем самым вы мотивируете большая часть для вас снимать видео вот канал намного быстрее растет вот и тем самым тоже копеечка капает вот и это копеечка мне идет на бензин в поездке поэтому вот все вот так вот взаимосвязано поэтому всем огромнейшее спасибо всем неравнодушным всем огромнейшей удачи и встретимся в следующих видео всем пока пока